добрый день дорогие друзья с вами александр лунков давайте проверим связь как у меня слышите поставьте пожалуйста от 1 до 10 чтобы я четко видел что у нас со связью все в порядке 10 спасибо друзья вижу да 10 отлично но по традиции по традиции я напомню что если вдруг малый брат у нас не выдержит и по колевой причине выбьет интернет не беспокойтесь ровно на несколько секунд и я опять появлюсь это на всякий случай если вдруг это произойдет сейчас как обычно тоже по традиции давайте у нас уже сейчас 102 человека по-видимому сегодня все поскольку буквально полтора часа назад был старт пятница 13 и большая часть наших слушателей наверное находится сейчас в магазинах и старается получить максимальную скидку на приобретение тех товаров которые им необходимы но те кто у нас сегодня здесь то эффективный способ финансирования skyway нас ждет поэтому давайте поговорим именно об эффективном способе финансирования тем более что у нас есть очередные хорошие новости которые дают возможность каждому кто приходит присутствует на вебинаре четко совершенно понимать и выстроить можно сказать по месяцам всю стратегию инвестирования самое главное после наших вебинаров понимать зачем и для чего мы это делаем потому что эффективность достигается только методичными целенаправленными действиями и самое главное понимать ту точку входа которые предлагает сейчас компания именно головная компания rsv system который дает возможность многим из нас кто не успел до этого эффективно профинансировать проект естественно получить наилучший результат от этого здесь двояк в любом семинаре который вы наверняка проходили по семинар пеху всегда говорится стратегии выиграть выиграть именно здесь та ситуация именно здесь предлагается выиграть и компании от ритмичного финансирования которые делают инвесторы и конечно же инвесторам выиграть от того что они получают большее количество долей компании и соответственно в перспективе большее наполнение своих портфелей акциям поэтому сегодня мы рассмотрим эти вопросы и поделимся некоторыми новостями и нарисуем перспективу на ближайшие несколько дней прежде всего давайте познакомимся меня зовут александр мунко это для тех людей которые сегодня пришли первый раз или чтобы четко знать сколько у нас сегодня новичков давайте проведем опрос для того чтобы четко понимать который раз мы на вебинаре и так нужно просто поставить точечку в кружочке для того чтобы понять так сказать отметить вопросе свое участие также как и вы я это сделаю тоже потому что вместе с вами прихожу на вебинары и для тех людей которые сегодня первый раз пожалуйста поставьте свое имя и город единичку в котором вы сейчас находитесь где вы слушаете вебинар например там александр единичка город москва чтобы четко понимать эффективность наших вебинаров и соответственно выстраивать следующую сетку вебинаров на неделю или на месяц для того чтобы понимать что именно интересует наших слушателей инвесторов какие темы им наиболее актуальны и конечно же с какой чистой это предлагает я понимаю что у нас такой марафон начался с 23 числа 23 24 25 в 13 часов и сегодня 27 мы проводим можно сказать почти регулярные вебинары это как раз связано с той темой которую мы сегодня будем касаться а именно с запуском программы стабильность об этом мы сегодня и будем говорить я вижу традиция у нас продолжается от вебинара к вебинару как правило или напишет александр у вас пятницу первый вебинар так наверное не у меня наверное у другого александра который сейчас комнате находится хорошо большая часть участников вебинара проголосовала вижу вот роза первый раз из петропавловской сколько же времени сейчас петропавловский роза я думаю где-то ближе уже к двум часам ночи если я не ошибаюсь так хорошо давайте закончим наш опрос и продолжим итак сегодня у нас тема эффективные инвестиции в skyway и прежде всего нужно сказать что антолий удовольствище как раз благодаря тому что главная компания 2305 понял благодаря тому что главная компания имеет максимум возможности в предложении для своих инвесторов то и программа стабильность как раз и выражает ту точку зрения анатолий удовольствище что необходимо дать возможность инвесторам спланировать свои стратегические инвестиции и тем самым выполнить еще одну функцию это стабильное финансирование из месяца в месяц сегодня мы как раз обсудим как сделать так чтобы выполнить все пожелания антолий удовольствище и понять насколько это эффективно для того чтобы уже через месяц совершенно четко понимать по количеству средств которые будут получены и естественно спрогнозировать и спланировать те усилия те действия которые необходимо будет сделать в ближайшее время поэтому экотехнопарк это наша основная цель и задача имеется в виду и грузовая ветка это юникары и городская пассажирская это юнибусы и высокоскоростная юнилеты и конечно же четвертая возможность это юнибайки это те самые транспортные средства которые дадут возможность показать на первом этапе действенность этого вида транспорта поэтому все что касается наших транспортных средств будь то юнибайки которые дадут возможность туристам вести активный образ жизни потому что есть модели когда нужно будет извините крутить педали для того чтобы двигаться ну и конечно же это грузовые юникары которые дадут возможность перевозить тонны и тонны и сотни тонн грузов от месторождений до горно обогатительных комбинатов но в дальнейшем если это касается руды например непосредственно доменным печам для того чтобы управлять сталь или интересующие нас металлы высокоскоростной транспорт или городской юнибус все это будет пользоваться разумеет большой популярностью потому что существенно будет сокращать время передвижение и конечно же это комфорт безопасность и нужно отметить что анатолий дадыч ставит безопасность на первое место а потом уже комфортность и здесь как можно основывается на том на своем опыте которую он приобрел за время жизни и за время разработки в 37 лет этой технологии потому что у него есть опыт достаточно печальный что его непосредственно деревня где он родился и жил это деревня крюки она находится в 30 километрах от чернобыльской аэс поэтому для него это не пустой звук и поэтому все что связано с экологией играет его проектах очень большую роль тем более что каждый наш юнилит который будет двигаться со скоростями до 500 километров в час он будет способен перемещать наших пассажиров на длительные расстояния при этом безопасно комфортно и экономично с точки зрения затраченного энергии топлива и конечно же экономично с точки зрения нас как пассажиров и поэтому мы сегодня опять рассмотрим несколько таких вариантов связанных со стратегией инвестирования для того чтобы четко понимать что да уже можно можно инвестировать и можно спланировать дальше конечно нужно сказать о серти дорог которые нас ждет в ближайшее время это имеется ввиду 5-10 лет которые будут заняты действительно большой работой и которые дадут возможность нам как инвесторам получать дивиденды потому что мы входим на проекте в проект непосредственно на этапе венчурного инвестирования единственно что с каждым новым этапом с 8 декабря начнется шестой этап и об этом я сегодня скажу с каждым новым этапом венчурная составляющая уменьшается а наша уверенность в завершении строительства на экотехнопарка демонстрационного центра и сертификационного центра увеличивается поэтому дороги которые мы ждем линейные города которые ближайшее время покроют параллельно дороге skyway территорию нашей и это даст возможность жить на земле и с об экологии возможности ходить босиком и питаться чистыми продуктами дышать чистым воздухом пить чистую воду как раз и говорил анатолий дадыч в своем выступлении поэтому перспектива у нас прекрасная теперь важно чтобы эта перспектива не затянулась из-за того что мы не с не дадим достаточного финансирования в ближайшие два года потому что у нас запланировано октябрь 2016 года это будет значит грузовой и городской вид транспорта и октябрь 2017 года это высокоскоростной транспорт который мы называем юнилитами поэтому все эти перспективы которые у нас сейчас впереди главное держать их в голове в голове и это даст возможность просто больше уверенности и понимания что даже те сложности которые проходят сейчас наши страны связи с кризисом и санкциями и сложной международной обстановкой мы сможем совершенно спокойно пережить потому что понимаем к чему мы стремимся что мы собираемся делать и здесь конечно же несколько слов нужно сказать о этапах нашего проекта и мы динамично двигаемся от нулевого этапа 15 и как я уже сказал 8 декабря мы переходим к шестому этапу вы видите зелеными квадратиками очерченными вертикальной красной рамкой те работы которые необходимо будет произвести на этом этапе и мы сегодня еще раз зачитаем для того чтобы понимать и когда мы будем с вами смотреть очередной новостной ролик от компании и я думаю что ближайший ролик будет уже у нас в понедельник во время технического вебинара который начнется в 20 часов это будет понедельник на следующей неделе 30 число то там мы уже сможем показать очередной новостной блок для того чтобы поддержать уверенность наших инвесторов и показать что компания двигается и двигается достаточно ритмично так вот 15 этапов от нулевого до 15 все они рассчитаны были начиная с октября 2013 года до октября 2017 года то есть реально это три года 36 месяцев мы уже можем отсчитать с вами начиная с октября 2013 года уже достаточно большой срок и это уже как минимум октябрь 14 октябрь это уже 24 осталось еще 12 месяцев до октября 2016 и 12 месяцев до октября 2017 года поэтому с каждым новым этапом мы будем получать новый блок новостей и соответственно будем получать информацию об уменьшении дисконта потому что наш нас как инвесторов конечно же интересует та сравнительная таблица что мы получим в случае если будем просто ежемесячно инвестировать в те пакеты которые предложены на сайте компании или мы включимся в конкретную программу о которой собственно сегодня и будет речь я имею ввиду программа стабильность или как мы называем ее между собой 10 плюс так наверное короче и понятнее так вот этапы проекта для тех людей которые уже побывали например в Минске сначала они были в офисе на замковой 27 потом переехали в новый офис который теперь занимает 3 этажа и где располагается основная основной кб а их у нас 15 и каждой кб занимается своим разделом одной отдельной кб занимается безопасностью второе кб занимается непосредственно автоматизированной системой управления на 3 занимается шасси 4 занимается корпусом 5 или 3 электрика и так далее так далее так далее то есть все 15 наших кб загружены и конкретно же занимаются чем выработкой технической документации подготовкой технологических процессов заказом новых деталей для нашего экотехнопарка и в конечном итоге мы получим продукт этот продукт называется экотехнопарк skyway его основная задача показать нашим будущим заказчикам как этот эти виды транспорта будут двигаться непосредственно в живую и в металле и в размере один к одному так вот для сравнения чтобы была задумчивость я вот сегодня как раз посмотрел так сказать официальный официальный раздел в контакте и когда там два человека общались между собой в комментариях один написал что очень жаль что уже нет такого дисконта как был в самом начале январь апреля 2014 года я имею ввиду диапазон дисконта от 1,250 до 1,500 конечно же многие люди изъявили бы сейчас желание уже понимая на какой стадии мы находимся иметь вот такой колоссальный дисконт когда за одну тысячу долларов можно было получить полторы миллиона акций то есть по сути каждый такой этап требует определенного финансирования теперь вот для сравнения смотрите шестой этап здесь нужно сразу увидеть что трансфер а это означает то количество долей компании который готов поделиться на этом шестом этапе это восемь миллиардов акций здесь с диапазоном дисконта от 150 до 500 я здесь специально делается акцент от 150 до 500 для того чтобы для тех из вас кто пришел сегодня первый раз вы увидели разницу в той программе который сегодня будет предложен и так выполнение работ вы видите пункт 6 1 и пункт 6 2 например 6 3 6 4 и конечно же самое важное это продолжение работ по созданию научного испытательного технологического эксплуатационного оборудования необходимого для опытного промышленной обработки сертификации строительства и эксплуатации грузовых городских и высокоскоростных skyway систем включая конечно же рельсово струнные эстакады подвижной состав инфраструктуру второго уровня и теперь я бы обратил ваше внимание вот на вот эту рамку который я выделил красным имеется ввиду необходимость на шестом этапе собрать 18 миллионов долларов поэтому поскольку каждый этап у нас в среднем в среднем длится где-то порядка трех месяцев несложно посчитать что в один месяц анатолий ударович необходимо для продолжения ритмичного строительства экотехнопарка порядка 6 миллионов долларов и здесь нужно обратиться уже к нашим инвесторам активным инвесторам из тех двухсот тысяч человек которые сейчас зарегистрированы в проекте порядка 30 тысяч это что называется регулярные стратегические инвесторы это те люди которые инвестируют в проект из месяца в месяц во-первых они понимают что это наиболее выгодная система инвестирования и если до этого мы просто покупали какие-то отдельные пакеты которые были предложены компании опять же в зависимости от своего семейного бюджета то теперь у нас есть стратегическая возможность вложить средства благодаря программе стабильность на в течение 10 месяцев небольшими долями но получить сверх эффект так вот 6 миллионов долларов возвращаемся 30 тысяч активных наших инвесторов которые располагаются в различных странах мира имеется в виду и украина и казахстан и киргизия и эстония латвия литва испания как сегодня у нас человек пришел из малаги или например майя янсен из таллина из эстонии и многие другие есть коллеги из израиля и конечно же когда люди понимают зачем они это делают когда они понимают какая сумма долей компании ждет в результате участия в программе стабильность то конечно же многие принимают решение что да это необходимо делать тем более что вы которые нужно проинвестировать не такие большие так вот возвращаясь к нашим 30 тысячам активных инвесторов если мы возьмем сумму 6 миллионов долларов и разделим на наших 30 тысяч активных инвесторов получается очень простая сумма это получается вот я вам показываю вот это получается 200 200 долларов то есть по сути если каждый каждый из наших коллег проинвестирует всего лишь два пакета о которых я сегодня буду говорить то мы полностью закрываем необходимое финансирование на шестом этапе а что это означает это означает ритмичное финансирование проекта это означает что мы получаем колоссальный эффект в продвижении этого проекта на мариной горке на площадке экотехнопарк поэтому если мы помним основную идею анатолий ударович который он освещает на каждой встрече и не последняя эта встреча была когда открывали нулевой километр он все время говорит о возможности спасения вот печальных последствий до 150 миллионов человек за последующие сто лет так вот каждый из нас может присоединиться к этому и помимо того чтобы спасти эти 150 миллионов а это представьте соизмеримо с населением российской федерации то конечно же и улучшить жизнь на земле благодаря именно экологическим возможностям которые дает проект экологическим возможностям связанным с тем что можно сохранить чистый воздух воду и выращивать продукты питания без гмо и соответственно на своих участках на своих родовых поместьях поэтому у нас есть шанс у каждого из нас есть шанс спасти как минимум 150 человек и буквально в течение следующей недели мы вам расскажем еще одну новость каким образом каждый из нас может быть отмечен в этой жизни благодаря тому что мы будем стремиться спасти эти 150 человек каждый но об этом позже а сейчас мы плавненько переходим к четырем стратегиям инвестирования надеюсь что до этого было в принципе все понятно и четыре стратегии инвестирования как раз та возможность которую сейчас предлагает главная компания именно благодаря тому что у анатолия дурачи есть такие ресурсы и он может предложить такую программу так вот четыре стратегии это четыре возможности которые есть в зависимости от того какой у человека бюджет если это 30 60 тысяч рублей в месяц на семью или это 70 до 80 тысяч рублей на семью или больше например 200 там 150 250 тысяч то в зависимости от этого люди и выбирают ту или иную стратегию и поэтому каждый раз когда мы приступаем к блоку связанному с инвестируем самое важное конечно для людей это прогноз а что человек получит в результате того что он там скажем участвует в программе стабильность в течение десяти месяцев сможет инвестировать какую-то определенную сумму тем более что он знает эту сумму заранее и он знает заранее какой он получит результат то вот как раз элемент этого прогноза он бьет нам определенное спокойствие в том плане что мы можем подготовиться мы знаем число когда нужно внести очередную сумму скажем до 20 числа каждого месяца можем к этому подготовиться и тогда сам процесс инвестирования становится более спокойный ритмичный и предсказуемый что в этом турбулентном времени сейчас очень важно потому что мы видим что не день что не неделя новые какие-то неприятные новости и конечно же это не может не сказаться на нашем психологическом состоянии ну и конечно же понимание перспективы и проекта skyway и перспективы развития наших стран поэтому здесь очень важно понимать что и бетонирование оснований и установка основ для промежуточных опор и соответственно дальнейшее так сказать строительство анкерные опоры именно установка пилонов и так далее все требует как раз материалов и об этом я сегодня скажу поскольку мы получили только что новые фотографии об авторском контроле на предприятии которые изготавливают эти промежуточные опоры так вот что предлагает компания сейчас и здесь я опять обращу ваше внимание помните я вам сказал шестой этап это 1 250 1 вернее 1 150 имеется ввиду дисконт и 1 500 так вот сейчас компания как раз предлагает для тех людей которые могут спрогнозировать свои финансовые возможности на ближайшие 10 месяцев дисконт 1 600 это конечно не один к полутора тысячам но это уже совсем не мало если сравнить с предыдущими месяцами так вот пакет доступный это срок рассрочки 10 месяцев общая стоимость инвестиций 500 долларов и в результате человек получает 300 тысяч 300 тысяч акций при выходе на пио это порядка 300 тысяч долларов я думаю что большую часть большую часть вопросов финансирования своей семьи можно будет решить уже при помощи такого пакета дальше идет пакет стабильный и пакет стабильный при том же дисконте при той же сроке раз общая сумма инвестирования порядка 1000 долларов это означает что каждый месяц в отличие от первого пакета нужно будет проинвестировать 100 долларов 100 долларов это у нас сейчас 6700 рублей 6700 рублей сейчас немножко курс упал поэтому может быть и даже чуть меньше и те кто придет непосредственно сегодня или завтра или до 8 декабря инвестировать деньги будет приятно удивлен что это не сумма 6400 вернее не 6700 или 6 там 400 сумма там 66200 да приятно мелочь но приятно так вот я хочу вам чтобы вы понимали вот эти сравнение вот что такое шесть тысяч шесть тысяч четыреста да для сравнения сегодня я отправлял письмо своему другу непосредственно в праге дейчель ему нужно срочно передать документы так вот я заплатил за пересылку этого письма чтобы оно пришло в течение двадцати четырех часов шесть тысяч триста сорок рублей представляете только за одно письмо просто скорость с которой его будет доставлять с помощью компании дейчель как раз составила вот такую сумму шесть тысяч триста сорок рублей это я вам привожу эти цифры которые у нас не часто встречается например средняя пенсия у наших пенсионеров за пределами мкад где-то порядка тоже семи тысяч рублей то есть да мы должны рассчитывать свои силы мы должны помнить 8 правил красного инвестора и понимать что не надо инвестировать больше чем 5 10 15 20 процентов от семейного бюджета и разумеется лучше если эту тему обсудить со своей второй половиной или со своими детьми если они уже готовы принимать решение и готовы участвовать в проекте так вот каждый из этих возможностей я имею ввиду пакетов и доступный стабильный ответственный общей суммой своей предлагает именно срок рассрочки в 10 месяцев и разница между 500 долларов что дисконт везде одинаковый поэтому если мы хотим например купить 4 пакета доступных то мы получим приблизительно тот же объем или там не 4 5 5 пакетов доступный такой же результат как и пакет ответственный здесь я специально делаю паузу чтобы вы могли осмыслить эту эту мысль и вот на наших семейных встречах воскресенье я как раз буду рассказывать а почему именно можно сделать так или иначе именно на примере своих друзей о которых мы говорили в прошлые дни я имею ввиду 25 и 24 ноября для того чтобы было совершенно определенное понимание как лучше выстроить стратегию даже если не дай бог конечно финансовые наши возможности несколько ухудшится чтобы не потерять тот эффект от участия в этой программе который предлагает Анатолий Эдуардович так вот первый вариант имеется в виду когда мы ежемесячно в течение 10 месяцев инвестируем 50 долларов это 300 тысяч акций для сравнения в этих столбиках которые вы видите сейчас они имеют два цвета серый и красный так вот серый это если просто эту сумму инвестировать ежемесячно не участвуя в программе стабильность вы видите серенький то есть там получается порядка 24 300 акций которые можно будет за эти же 10 месяцев получить если просто не участвовать в программе как и не просто инвестировать небольшой пакет здесь же мы получаем с вами просто фантастическую возможность за те же деньги получить как минимум в 12 раз больше эффект и это конечно же вызывает огромное желание поучаствовать в этом процессе во всяком случае у меня уж точно дальше мы рассмотрим вариант мы рассмотрим вариант который предлагается для тех людей которые готовы профинансировать skyway в течение 10 месяцев вкладывая по 100 долларов и здесь уже зеленым цветом отмечен предыдущий вариант это 50 долларов и желтым цветом отмечен вариант инвестиции в 100 долларов вы видите уже как минимум в два раза больше результат получения долей компании и это очень важный результат потому что 6400 рублей которые я сегодня заплатил за отправку конверта меня честно говоря потрясло я просто меня вдруг просто и что называется жаб задавило но делать было нечего надо было отправлять поэтому здесь мы должны взвесить просто свои финансовые возможности и наиболее оптимальным способом решить этот вопрос так вот следующий вариант это уже вариант инвестиции ежемесячно в течение 10 последующих месяцев 250 долларов каждый месяц и конечно здесь просто фантастический результат полтора миллиона через 10 месяцев инвестирования или 600 и 300 тысяч акций в предыдущем варианте как минимум в два с половиной раза больше чем предыдущий вариант с инвестициями в 100 долларов поэтому здесь конечно стоит подумать еще раз говорю посоветоваться со своей второй половиной разумеется если она есть или с детьми которые уже вполне могут принимать участие в этом важном для их будущего процессе то получить такой результат просто было бы здорово и конечно здесь возникает вопрос о том о той таблице тех опросов который мы делали на протяжении последних полутора лет имеется ввиду когда мы опрашивали людей какую сумму они готовы проинвестировать в этот проект когда узнают первичную информацию о skyway об экотехнопарке разработках юницкого и соответственно скоростях опасности экономичности этого вида трансфер что мы с вами видим голубой зеленый цвет соответствует как раз две тысячи пять тысяч рублей это соответствует нашей программе доступны это означает что люди могут совершенно нормально инвестировать каждый месяц по пятьдесят долларов что такое пятьдесят долларов это порядка трех тысяч трехсот пятидесяти рублей и это уже существенная прибавка в виде азы нужно ответить что вот у меня в команде есть люди которые достаточно регулярно инвестировали на протяжении последних десяти месяцев так вот за десять месяцев они благодаря своим инвестициям они инвестировали где-то от 6 до 14 тысяч рублей ежемесячно на данный момент набрали всего лишь 360 тысяч акций а здесь за десять месяцев которые они будут инвестировать по 50 долларов у них есть возможность получить еще 300 тысяч акций или если выбирать стратегию инвестиции 100 долларов а это уже у нас желтый и красный цвет вы видите 18 и 14 процентов что опять же 32 процента составляет от общего числа проголосовавших то здесь уже понятно что люди идут на более существенный результат в виде 600 тысяч акций ну и конечно же вот те 36 процентов которые вы сейчас 10 и 26 то есть бордовый цвет и фиолетовый это как раз те люди которые говорят что да мы понимаем важность и актуальность этого проекта настолько что готовы профинансировать от 50 до 100 тысяч рублей ежемесячно и для них возможность это сделать тем более в рассрочку не аккумулируя большую сумму единоразово да не вытаскивая и там из своего предпринимательского бизнеса не занимая не беря кредиты а просто от своей операционной деятельности люди совершенно спокойно могут профинансировать сейчас 250 долларов а кто-то захочет наверняка профинансировать 250 долларов 2 3 или 4 раза тем более что у нас нет ограничений в количестве пакетов которые мы приобретаем и в результате получить просто фантастический эффект ну например вот такой то есть по сути течение 10 месяцев вкладывать по 4 пакета по 250 это приведет просто фантастическому результату 6 миллионов акций через 10 месяцев нужно отметить вот как раз здесь вот тот самый вопрос который сегодня я прочитал в комментариях к новостям что вот бы вернуть тот ту возможность которая была в апреле мая в марте апреля 2014 года чтобы дисконт составлял полторы тысячи конечно же в этом случае те кто будет финансировать на протяжении 10 месяцев им нужно будет профинансировать сумму в 10 тысяч 10 тысяч долларов небольшая сумма а для кого-то огромная но это рассрочка она дается на 10 месяцев и в случае желания человек может продолжить и дальше на 5 8 10 12 месяцев вплоть до 2017 года октября месяца поэтому здесь есть место для размышлений и время для размышлений потому что до 8 декабря за вами закрепляется разумеется при включении в программу стабильность за вами закрепляется тот пакет который вы выбрали а дальше просто вы уже планируете следующую порцию инвестиций но вот наталья спрашивает не могу не ответить александр а на сколько понизится дисконт в пакете 50 значит дисконт там будет 150 и более того скажу что у нас минимальный пакет в главной компании он идет от 100 долларов поэтому просто даже такого пакета не будет поэтому естественно что сейчас что называется время че который можно использовать для оптимальной инвестиции вот и кобзев евгений спрашивает каждый 10 вкладов будет казан в кабинете конечно конечно все будет в личном кабинете до этого мы дойдем еще у нас будет блок вопросов и ответов и там можно задать интересующие вас вопросы и так что у нас для этого есть прежде всего у нас есть сайт с помощью которого можем зайти для новичков они могут зайти там и зарегистрироваться по реферальной ссылке человека который их пригласил на этот вебинар случае уже есть личный кабинет то есть хорошая возможность уже сделать во первых пополнить кабинета во вторых проинвестировать значит можно это сделать двумя или тремя или даже пятью способами и сейчас мы их немножко рассмотрим то есть вы заходите к себе в личный кабинет и у вас горит красная кнопочка рассрочка вот эту красную кнопочку я рекомендую вам запомнить в случае если эта тема вам близка вот она эта красная кнопочка и дальше мы уже выбираем один блоков который нас интересует 50 долларов 300 тысяч акций 100 долларов 600 тысяч акций или 250 долларов в месяц полтора миллиона акций что мы делаем следующее все крайне просто и дальше нам просто нужно нажать оформить пакет при оформлении пакета мы просто переходим на следующую страницу где прежде всего прежде чем переходить конечно же надо прочитать условия то есть прочитать правила рассрочки то есть правила рассрочки для всех участников желательно прочитать чтобы потом не было недопонимание скажем так мягко так округлим недопонимание. Так вот, прочитать правила рассрочки, чтобы потом четко понимать и уже прямо в календарике сейчас я вам прохожу чтобы потом просто в календарике вот таком выиграли в аналогичном просто отметить тот день например, в этом декабре 20 число будет воскресенье значит, если мы связываемся с банками то нам нужно это сделать не позднее 17-18 числа все достаточно просто и тогда не будет никакой спешки дерготни, нервов и так далее Ирина спросила 8 декабря включительно? нет, там звучало так до 8 декабря вот видите, здесь фраза написана по пакету действует до 8 декабря и никак иначе поэтому заканчивается все 7 декабря в 24.00 и дальше уже другой дисконт но возможность участвовать в программе стабильность остается просто дисконт уже будет другим и после того, как мы нажимаем перейти к выбору рассрочки а мы на самом деле выбрали, например, пакет условно пакет 250 нажали кнопочку оформить пакет и дальше мы попадаем на страничку ваш договор договор написан в двух вариантах имеется ввиду английский вариант то есть на английском языке и на русском и нам необходимо только нажать кнопочку зеленую подписать это называется договор оферты то есть если мы подписываемся под этим договором то, соответственно, принимаем условия этого договора и дальше в течение 10 месяцев инвестируем наше средство в этот проект ну и разумеется следующий мы переходим в свой кабинет там распланированы 10 месяцев и стоит галочка напротив первого месяца и у нас остается только выбрать тот способ оплаты который нам наиболее интересен в данном случае вы видите сумму оплаты 250 долларов это 16 420 рублей и можно, соответственно, оплатить через Kiwi терминалы WebMoney, Яндекс.Деньги или Visa-картой PerfectMoney или Invoice то есть реально люди могут выбрать любой из доступных для них вариантов в зависимости от того где они живут и какой способ для них наиболее оптимальных с точки зрения процентов дальше, конечно же если выбирать карту Visa то мы видим два отличия первое это карты России имеется в виду те карты которые имбассированы и выпущены у нас в Российской Федерации и те карты которые выпущены в странах СНГ и Прибалтики здесь желательно не ошибаться чтобы потом долго не выяснять куда же ушли ваши деньги поэтому здесь мы видим доступные способы оплаты как я уже повторюсь вот здесь еще раз стоят такие специальные кнопочки с помощью которых мы можем внести свои деньги и оплатить тот или иной пакет 50 долларов 100 долларов или 250 долларов коллеги пока поддержите вопросы сейчас мы завершим второй блок и ответим на вопросы и теперь наконец новости новости заключается в следующем что каждую неделю две конструкции бюро делает специальные фотографии для того чтобы показать как движется строительство и в данном случае новость пришла о том что компания осуществляет авторский контроль над изготовлением промежуточных опор и вот здесь вы видите сложенные промежуточные опоры которые мы заказали имеется ввиду главная компания здесь вот специальная тетрадка по которой проверяются эти опоры имеется ввиду их размер арматура и так далее и так далее и с правой стороны вы уже видите как планируется эти опоры устанавливать именно рядом с анкерной опорой то есть вы видите уже лиса подпорки соответствующие что на мариной горке уже выходит выше нулевого этапа и двигаются дальше так вот авторский контроль подразумевает что инженеры и конструкторы которые разрабатывают высокоскоростную ветку и пассажирскую городскую или грузовую ветку они обязательно еще на этапе изготовления промежуточных опор смотрят правильно ли все сделано все ли параметры выдержаны та ли марка арматуры применена в том ли состоянии все сварные элементы которые присутствуют в конструкции и соответствует ли бетон означенным маркам вот это называется авторский контроль после того как инженеры дают добро эти опоры перевозятся уже на участок мариной горки и соответственно рабочие начинают установку этих опор непосредственно в подготовленных местах где уже выкопаны основания под промежуточные опоры то есть таким образом мы понимаем я имею ввиду в данном случае себя тоже как инвесторы мы понимаем что работа идет она планомерная и именно для этого Анатолий Эдуардович предложил программу стабильность для того чтобы конструкторское бюро имело возможность знать заранее какую сумму денег на какую сумму денег можно рассчитывать в декабре на какую в январе на какую в феврале для того чтобы уже спланировать заказ например сколько нужно заказать дополнительно промежуточных опор сколько нужно заказать перекладин для промежуточных опор, для крепления струны рельса. Сколько нужно заказать еще дополнительных элементов, цанговых зажимов или необходимых конструкционных элементов самой путевой структуры, для того, чтобы уже можно было загружать рабочих на следующие недели и месяцы, чтобы они не простаивали. Вот эта ритмичная работа как раз и будет способствовать ритмичное инвестирование наших активных стратегических инвесторов. Это даст возможность как раз более спокойно воспринимать те достижения, которые будут сделаны на Экотехнопарке. Потому что мы знаем, что мы от себя сделали по максимуму. Я имею ввиду 5, 10, 15, 20% бюджета проинвестировали. И вдобавок прогноз в получении определенного количества акций греет нам душу, мы понимаем, что через 10 месяцев, а это означает, например, через 12 месяцев в октябре, у нас есть хорошая перспектива увидеть уже грузовую ветку и городскую пассажирскую ветку. Именно потому что ритмичное финансирование. Дальше, конечно, нужно сказать о следующем, что у нас есть специальный инструмент, который называется ВКонтакте. И вот именно здесь я как раз и почитал те комментарии, о которых я вам сказал, что два как раз наших коллеги переписывались. И один из них сетовал, что нельзя сейчас проинвестировать по тому дисконту, который был в апреле. Естественно, мы двигаемся, дисконт уменьшается. И только благодаря программе стабильности у нас появилась вот такая уникальная возможность. Ну и если вы, так сказать, ВКонтакте, то, соответственно, если вы распространяете эту информацию от себя, то вы можете получить дополнительных партнеров, дополнительных инвесторов, которые могут прийти по вашей реферальной ссылке. Помимо этого, у нас есть вот такие прекрасные буклеты А4, которые также помогают нам развивать непосредственно информацию о проекте и, разумеется, давать первичную информацию тем людям, которые, в принципе, заинтересованы. Нужно отметить следующее, что нам нет необходимости кого-то убеждать в том, что этот вид транспорта будет построен. Мы с вами совершенно четко и определенно знаем, что да, будет. Никуда ему не деться. Время пришло. Но для того, чтобы этот процесс, как я уже говорил, был более ритмичным, то если мы проявим определенную инициативу, как сегодня, например, мне написала одна из наших инвесторов, очень хочет приобрести буклеты, по-видимому, после нашей встречи 24-го числа, где я также говорил об этих буклетах, она также решила приобрести эти буклеты, чтобы иметь возможность дать материальный носитель для людей, которые хотят поразмыслить до 8-го декабря и в конечном итоге принять участие. Итак, буклет А4. В воскресенье на семейных встречах я как раз объявлю, сколько будет стоить, куда можно переслать деньги и по какой цене можно приобрести эти буклеты. То же самое касается и книг. Имеется в виду книгу «Ленидские небесные дороги». Нужно отметить следующее, что на форуме, который прошел в Москве 22-23-25 октября этого года, как раз очень многие участники форума приобрели эту книгу и получили еще вдобавок автограф от Анатолия Дарьевича Ленидского, потому что мы организовали автограф-сессию, люди специально подходили, называли свое имя и Анатолий Дарьевич с удовольствием подписывал эту книгу. Поэтому зачем нужна эта книга? Прежде всего, когда каждый инвестор прочтет ее, он понимает, что да, действительно, человек потратил 37 лет не зря. И понятен уровень мотивации, почему Анатолий Дарьевич это делает. И самое важное, он понимает, что этот человек не остановится, пока не сделает задуманное. Раз он уже 37 лет это делает, значит, еще 2 года как минимум это будет делать. И это для нас с вами означает безопасность наших инвестиций. Это означает, что та поездка, которую сейчас планируют Анатолий Дарьевич и Виктор Бабурин, это юрист компании Аэросфасистом. Они сейчас планируют поехать в Австралию для того, чтобы заключить договор с Родом Куком. Это известный менеджер, транспортник, который занимался организацией транспортной инфраструктуры в городе Аделаида, Австралия. И сейчас как раз уже пришло время заключить с ним, что называется, стратегический контракт. Поэтому книга, буклеты, если, например, просто расклеить свою машину со своими телефонами и инвестируя в новые технологии транспорта, даст вам возможность приобрести убежденных последователей этого проекта и в конечном итоге даст вам возможность снизить чисто финансовую нагрузку на приобретение ежемесячных инвестиций в программу стабильность. Так вот, будет ли это автомобиль или это будет, например, чехол для чемодана, на котором тоже будут стоять наши юнибусы, юнелеты или юникары. И в дополнение ко всему, конечно же, ваш телефон или варскайп, который даст возможность людям, которые увидят такой симпатичный чехол. Его придумали вот Рая и Александр с Дальнего Востока. Они приехали со своими двумя чемоданами непосредственно на наше мероприятие в Москве и показали всем участникам форума, каким образом можно путешествовать и давать дополнительный стимул узнать о нашем проекте. То есть реально люди заинтересованы. И у нас таких людей много, которые хотят продвинуть информацию о проекте и тем самым ускорить реализацию проекта эко-технопарка SkyWay. Поэтому сейчас мы плавненько переходим к вопросам и ответам. Вот Смагина Зоя пишет, чехол поставить на поток изготовления. Да, друзья мои, вы просто можете написать мне, я передам эту информацию Рай и Александру, и они с большим удовольствием сделают для вас три типа размера данных чемоданов. И в воскресенье как раз на наших семейных встречах я покажу, какие это типоразмеры, сколько это может стоить и дам информацию, каким образом это можно сказать. Вот приступим к ответу на вопрос. Геннадий пишет, можно ли увеличить плачев в процессе акций, например, с 50 до 100. Разумеется, можно только если вы начали с 50, у вас был дисконт 1 к 600. И если вы это делаете, например, в декабре, после 8 декабря, то да, вы можете повысить до 100, купив новый пакет 100. То есть, имеется в виду пакет, который подразумевает инвестицию ежемесячно 100 долларов. При этом у вас предыдущий останется. Но нужно помнить, что в этом случае у вас будет другой дисконт. Уже тот, который будет на момент декабря. Нельзя сделать так, что было 50, вы добавили 50, у вас стало 100. Дело в том, что это определенные аппаратные сложности и определенные сложности с учетом. Вот как раз в воскресенье на семейных встречах я как раз расскажу, как это сделать, но немножечко подруг. Ну, просто немножко по-другому. И вы, надеюсь, оцените эти возможности. Вот Зинаида пишет, как можно оплатить эти пакеты единоразово. Значит, если вы берете несколько пакетов, то вы можете завести эти деньги в личный кабинет и оплатить с основного счета. Это первый вариант. Второй вариант, что вы просто оплачиваете каждый пакет в отдельной транзакции. Потому что нет механизма, когда вы потом сумму раскидываете по этим пакетам. То есть, или вы заводите в личный кабинет и потом делаете проплату на каждый пакет. Или, соответственно, вы, если оплачиваете с банковской карты, то вы просто 4 раза оплачиваете 4 пакета, 2 пакета, 5 пакета, 10 пакетов. В зависимости от желания и возможностей. Дальше. Хочется услышать ответ Александра. Галина, по-моему, я ответил. Если нет, то отдублируйте вопрос, чтобы я еще раз на него обратил внимание. Значит, с основного счета, когда можно будет оплатить? Значит, Таня, обещали, на следующей неделе, в первой половине уже будет готово. Я имею в виду, где-то вторник-среда. Поэтому делают. Я тоже самое с этим столкнулся, потому что у меня на основном счете есть деньги. И я буду как раз это делать. И он пишет, Александр, такой вопрос. Если в Корневой будет возможность продолжить на более 10 месяцев, Skyway Capital и Skyway Invest Group будет так же? Не могу ничего сказать за Skyway Capital и Skyway Invest Group, потому что там есть свои руководители, и они принимают решение. Но, исходя из логики предыдущих взаимоотношений Skyway Capital и Skyway Invest Group предыдущие периоды, то да, скорее всего, будет. Просто, может быть, они будут как-то отличаться наполнением. Или, например, там же еще присоединяется еще ПО Евразия, которая тоже дает возможность там профинансировать в рассрочку. Но вы выбираете тот вариант, который для вас наиболее оптимальный. И, соответственно, там финансируете. Так, значит, этот вопрос я ответил. Когда будут карты для зарубежных стран? Так, Галина, мне этот вопрос нужно провентилировать. Я об этой теме не знаю, надо уточнить. Что вы имеете в виду, когда будут карты для зарубежных стран? С помощью которых оплачивать, то эти карты уже для людей есть. Как я уже показал, здесь можно оплачивать карты виза. И вы видели, когда я вам показывал слайд, давайте я к нему вернусь, чтобы вы увидели, что там есть возможность оплачивать картой. Вот. Карты СНГ и Прибалтики. Значит, вопрос, наверное, стоял, когда будут, например, возможности оплаты для стран, которые не входят ни в Россию, ни в СНГ, ни в Прибалтику. Этот вопрос нужно будет мне задать Виктору Бабурину. И я надеюсь, что на следующей неделе я уже буду компетентен ответить на ваш вопрос в полном объеме. Андрей спрашивает, если я возьму пакет за 500, такого пакета нет. Есть пакет 250, поэтому можно взять два пакета по 250. можно будет взять еще пакет на 500 по дисконту. Значит, Андрей, такой возможности нет, поэтому мы говорим о том, чтобы вы могли спрогнозировать свои инвестиции на ближайшие 10 месяцев и более. Оптимально набрать тот набор пакетов, например, там, один пакет 50, два пакета постоя, один 250. Получается та же самая сумма 500. Но в случае, скажем, негативной развития финансовой ситуации в вашей семье, вы можете какой-нибудь пакет недофинансировать. И в этом случае эти деньги, если вы пропустили более чем два месяца подряд, вам вернутся на счет и вы сможете их использовать для покупки по дисконту, который будет на тот момент, когда эти деньги появятся у вас в личном кабинете. Поэтому я и предлагаю вам побывать на семейных встречах в воскресенье, для того, чтобы мы могли рассмотреть различные варианты и выбрать оптимальные. Таня пишет, просто деньги посланы через invoice и они придут на основной счет и функции нужно перевода с основного счета. Да, эта функция планируется на следующей неделе, я надеюсь, что она уже будет включена. Гульсия спрашивает, дайте сайт корневой компании. Вот Виктор уже помогает. rsvsystem.com Дальше, Александр, окпей, можно пакет оплатить? Конечно, я вам показывал, здесь стоит окпей. Сейчас я уберу то, что до этого нарисовал и подчеркну вам. Вот окпей. То есть, он здесь присутствует. Так что, совершенно спокойно можно им оплатить. Дальше, значит, пакет за 500, я имею ввиду за этот 10 месяцев по 50. А, понятно. Ну, здесь, друзья мои, есть совершенно четкое предложение от компании. Ежемесячный платеж, такая это сумма, там 50, 100 или 250. Всякие отклонения это нагрузка для бухгалтерии. Поэтому, вы должны понимать, что основная задача бухгалтерии сейчас, я имею ввиду конструкторское бюро и работы, которые проводятся непосредственно на Мариной Горке, это, конечно же, обеспечение строительства. Наши инвестиции это дополнительная работа. Если мы не будем загружать бухгалтеров дополнительными, какими-то нетривиальными способами оплаты, то тогда это будет все-таки ритмично. И для вас спокойнее, потому что всякое отклонение от правила, которое заведено, приводит к каким-то сбоям. Ну а вам зачем это? Нервы тратить на это и так далее. Поэтому, если мы подписываем договор, о котором я говорил, на зеленом фоне подпись поставить, то, соответственно, мы принимаем условия данного договора. И это нам дает больше спокойствия. Вот Веселин хороший вопрос задает. Как продолжить срок более 10 месяцев? Очень просто. Как только вы проинвестируете регулярно в течение 10 месяцев, у вас в личном кабинете появится кнопочка продолжить. И вы дальше сможете продолжать с тем же дисконтом 1 к 600. Заметьте, продолжать. Не начинать новый, а продолжать. Потому что те люди, которые зайдут, например, в сентябре 2016 года у них, во-первых, будет возможность поучаствовать в программе Стабильность, но дисконт у их пакета уже будет другой. В отличие от вас. Потому что вы первые. Так, Галина спрашивает, по-моему, семейные встречи, где будет ссылка? Значит, ссылка будет непосредственно в рассылке от компании Aerosmith System. Это первое. А второе будет в чате, который сейчас у нас функционирует. И вот благодаря Владиславу он активно дает эту ссылку в различных чатах, чтобы, Галина, эта ссылка мимо вас не пройдет. Так, Таня спрашивает, продолжать опять на 10 месяцев после 10 месяцев? Нет, Таня, я думаю, там будет возможность инвестировать на какие-то определенные сроки. Может быть, на 5, на 10, и на оставшийся срок до октября 2017 года. Эти вопросы просто еще обсуждаются руководством, пока мы не забежали вперед. Насколько я понял, Виктор Бабулин, что да, это будет реализовано. Как чисто технически мы к этому вернемся, когда будем инвестировать, скажем, 8-9 месяц, чтобы подготовиться к дальнейшему инвестированию. Вот Станислав пишет, если вход в корневую компанию закроют, скажем, летом, мы все равно продолжим выплачивать свои пакеты в рассрочку. Конечно, это наша привилегия, потому что мы начинаем это делать одними из первых. И поэтому для нас это будет продолжено. Соответственно, тот пакет, на который мы подписались, например, на 300 тысяч акций, или на 600 тысяч акций, или на полтора миллиона акций, он будет за нами закреплен, и рассрочка продолжится до момента завершения. Дальше Наталья спрашивает, скажите, а документы по ПО где посмотреть? Значит, документы по ПО можно посмотреть на сайте ПО Евразия, там есть соответствующий раздел, где вы можете, например, оплатить 5 долларов, и, соответственно, стать пайщиком ПО Евразия. Там же будут и документы, то есть заявления, договор, и все необходимые операции, связанные с оплатой. Наталья Паерс. С долларовой карты можно оплачивать, или только с рублем? Это не важно, с какой карты, с долларовой, с евро, с рублевой, с ТНГ, если она выпущена непосредственно в странах СНГ и Прибалтики, то никаких проблем нет, пожалуйста, можете оплачивать. То же самое и российские карты. Вот. Поэтому, друзья мои, вот Татьяна мне подсказывает, что ПО Евразия это отдельная компания, которая входит в SWIG. Друзья мои, у нас не зря же называется холдинг, да, у нас есть Skyway Capital, Skyway Invest Group, ПО Евразия, есть еще одна компания, и я думаю, со временем они будут появляться все больше и больше, потому что чем больше мы построим на Марьиной горке в экотехнопарке, так сказать, больше проведено будет строительных работ, чем больше элементов путевой структуры, конкретно, например, грузовой, пассажирской, высокоскоростной будет построено, тем больше инвестиционных фондов будет присоединяться к проекту. Они будут приезжать специально к Анатолию Дарвичу Юницкому и говорить, вот мы готовы вас финансировать. Заключается договор, дальше они собирают деньги и, соответственно, финансируют экотехнопарк. То есть, еще раз говорю, что количество названий вас не должно смущать, вы просто выбираете ту, через которую вам наиболее удобно инвестировать. Именно удобно как проплачивать, удобно контролировать, удобно присутствовать на вебинарах для того, чтобы получать всю первичную информацию, новости для, во-первых, своей собственной уверенности и для понимания перспектив завершения строительства экотехнопарка и дальнейших действий, связанных, например, с первичным размещением акций на биржах и так далее. и так далее. То есть, все эти вопросы будут постепенно рассмотреться. Значит, Андрей спрашивает, корневая не будет касаться ПО «Евразия»? Да нет, конечно, не будет. Просто ПО «Евразия» среди своих пайщиков соберет определенное количество денег и также передаст Анатолию Дарчининскому все в его КБ для того, чтобы дальше строить. Так что технологии везде одинаковые. Инвестпроводящая система собирает средства с физических лиц и, соответственно, аккумулирует эти средства и потом передает большим пулом непосредственно в КБ. Поэтому это дает возможность. Единственное, что, может быть, у них условия будут другие. У них, может быть, рассрочка будет не такая выгодная или там временные периоды другие или там суммы другие и так далее. Еще раз говорю, что это вы определяете, где... Вы же помните старое выражение. поищем, где глубже, а человек, где лучше. Так что эту функцию надо полностью реализовывать. Когда планируется ввести оплату с наших счетов в ЛК в программу рассрочка? Я думаю, уже со следующей недели. Но если вы оплачиваете извне, то, соответственно, можно уже прямо сейчас. Насколько я понял, как я уже сказал, вторник, среда уже эта возможность будет организована и можно будет оплатить с бонусного счета или с основного счета. Поэтому нужно просто немножечко подождать. Дальше Гена спрашивает, как будут деньги списываться с основного счета за выбранный пакет? Как обычно, просто спишутся и у вас будет зачислено на конкретный месяц. Например, первый месяц у вас будет это ноябрь. Станислав СПБ правильно ли понимаю, что акции нельзя будет продать до выхода на биржу? Может быть, отсрочен по словам Сибирякова? Значит, да, действительно, пока компания не вышла на IPO и официально не прошла листинг на какой-нибудь бирже, например, на Найсе, на Насдаке или в Лондонской бирже или Гонконгской или Сингапурской, то, соответственно, акции продать будет нельзя. То есть, это вот те самые компании, которые мы получаем сейчас. Но как только IPO будет сделано, первичное размещение акции, то после этого вы можете получить выписку или даже раньше получить выписку от независимого регистратора, перевести эту выписку брокеру, для того, чтобы он уже мог реализовать то количество акций, в продаже которых вы заинтересованы. Значит, Малахова Татьяна Петровна спрашивает, вопрос о том, чтобы ввести пакет для пенсионеров не решился. Да, приняли решение, что такой пакет не совсем актуален. И я объясню еще раз Татьяна Петровна, что когда много мелких платежей, то нужно будет дополнительно искать рабочие места для бухгалтеров, которые будут вести поступления мелких инвестиций в компанию. А поскольку основная деятельность все-таки у нас это постройка экотехнопарка, то руководство посчитало, что вот эту возможность инвестировать 25 долларов на протяжении 10 месяцев передать Skyway Capital. и там мой раз будет это сделать. То есть, мы по сути пенсионерам даем возможность это сделать там. Но я рекомендую вам все-таки прийти в воскресенье. Я постараюсь показать путь, чтобы даже человек, у которого недостаточно средств, мог воспользоваться предложением головной компании. Тамара, есть же пакеты 10-30-60. Да, есть пакеты 10-30-60, но они немножко другие. Поэтому смотрите, сравнивайте, принимайте решения. Смотрите, сравнивайте, принимайте решения. Я опять же говорю, человек ищет где лучше. Поэтому вы решайте. Зато на семейных встречах какие будут темы. Прежде всего темы будут связаны непосредственно с программой стабильность. Я покажу на цифрах различные варианты. Если здесь я просто показал столбцовый график результатов, который можно получить, то на семейных встречах я просто разверну эту тему, включая Татьяну Петровну, например, как при наличии даже небольшой суммы приобрести пакет за 50 долларов. имеется ввиду 3 350 рублей. Наша задача это одна тема. Вторая это те ноу-хау, которые сейчас уже появились в мире. Что нового? Это новостной блок, он будет небольшой, короткий. И третий это новости плюс для новичков, которые приходят на семейные встречи. мы опять же расскажем немножко о технологии. Я хочу предварить нашу встречу в понедельник для того, чтобы люди уже с открытыми глазами приходили на технический вебинар и понимали, что на нем рассказывается. Еще пропустил какой-то вопрос, сейчас я к нему вернусь, друзья мои. Сейчас, секунду, один момент. Александр, фроневой компанией будет потребительское общество? На данный момент, Мария, мне об этом неизвестно, но если будет, то, соответственно, мы сообщим. Здесь же важно понимать функциональную необходимость потребительского общества. Понятно, для чего это нужно, например, на территории Российской Федерации, для того, чтобы сделать как можно больше пайщиков и уменьшить налогооблагаемую базу. Понятно, функционально, и поэтому у нас сейчас несколько таких обществ, которые функционируют. Одно из них, которое мы знаем и инсценировано Skyway Invest Group, это ПО Евразия. Дальше у нас есть ПО Процветание, которым руководят Михаил Ширинкин и Игорь Хальзов. И у нас есть ПО, которое организовано в Латвии, имеется в виду в Риге, и там принимало участие Инета Анзанте. Поэтому у нас несколько разных видов ПО. Поэтому здесь опять же повторюсь, если у вас есть информация о каком-то конкретном ПО, изучите устав, изучите документы, посмотрите предлагаемые программы, я имею в виду целевые фонды, суммы вхождения и принимайте решения. Потому что ПО это известная форма, она очень удобная для пайщиков, потому что там есть очень хорошее выражение один пайщик, один голос. То есть по сути можно влиять на траекторию движения потребительского общества в достижении цели, которые, например, мы с вами все двигаемся, я имею в виду постройку Эко-технопарка. Будут ли акции Инвест Групп переводиться в головную компанию? Да, это планируется, Надежда Михайловна, и насколько мне известно, руководство компании Skyway Инвест Групп планирует это сделать в декабре, там будет специальная кнопка типа прошу перевести мои акции в головную компанию. То есть пожалуйста, это можно будет сделать. И он спрашивает, а в чем они разные, можно объяснить. Имеется в виду компании и ПО. Дело в том, что все компании, я имею в виду Skyway Capital, Skyway Инвест Групп, ПО Евразия, они организованы различными людьми и функционально работают немножко по-разному. Например, если вы сравниваете Skyway Инвест Групп, какие там есть пакеты и какое количество долей компании вам предлагается и плюс еще обучающий пакет, конечно же, то вы понимаете, насколько вам это интересно. У вас есть возможность сравнить. Вы заходите в головную компанию, заходите в Skyway Capital, заходите в Skyway Инвест Групп, заходите в ПО Евразия. Это несложный расчет. Берете калькулятор, берете сумму, которую вы хотите проинвестировать, скажем, ежемесячно на какой-то период. Насколько я знаю, в Skyway Инвест Групп там 6 месяцев в период, в головной компании 10+. Ну, и дальше просто выбираете по количеству, скажем, там два основных параметра. Первый, это по сумме, которую нужно вкладывать ежемесячно, это первое, а второе, по результату, то есть, какое количество долей компании вы получите на выходе. Вот эти два параметра вы просто сравниваете и уже принимаете решение, как это сделать. Ну, еще, конечно, по удобству оплаты. Как часто будет меняться дисконт по акциям 10+, Ирина спрашивает из Мадрида. Значит, он будет меняться так же, как и меняются этапы. То есть, если мы сейчас переходим на 6, то есть, мы вот сейчас находимся как бы на 5, до 8 декабря. После 8 декабря мы переходим на 6, дисконт сменится. Потом, как я уже говорил, среднее время смены этапа, это порядка 3 месяцев. Значит, мы с вами в марте месяце уже будем переходить на 7 этап и там уже другой дисконт будет. Еще 3 месяца, это у нас будет, значит, март, апрель, май. В июне у нас уже будет третий дисконт. Июнь, июль, август, значит, в сентябре уже будет четвертый дисконт. А мы как раз в сентябре с вами закончим первые 10 месяцев. Поэтому, здесь, вы можете просто смотреть на сайте июнецкий.com таблицу этапов и там каждый этап расписан, какой будет дисконт. И уже сейчас приблизительно прикинуть, насколько уменьшится. То, что я вам предлагал в своих расчетах, давайте я вам покажу еще раз, чтобы было понятно. Я вот на самом первом варианте, вот видите, серенькой, серенькой полосочкой как раз показывал, как будет уменьшить, вернее, будет какой прирост, если просто идти помесячно и использовать те пакеты, которые вы будете приобретать, если не включаетесь в программу стабильности. То есть, вы получаете 24300 акций, да, сейчас 24300 или 24700, где-то вот так, вместо того, чтобы получить 300 тысяч акций, вот это вот число. Да, по сути, сумма инвестиций одна и та же. Там 50 долларов и здесь 50 долларов. 24700 и 300. Я думаю, что здесь ответ очевиден. Поэтому, вы, я думаю, что посидите и разумно приняйте совершенно правильное решение. Так, вопрос, например, сейчас, секунду. Правда, что по закону РФ, сейчас, секунду, Александр спрашивает. Приобретать акции иностранных компаний можно только по специальному разрешению. Значит, Александр, здесь небольшое, некоторое недопонимание. Акции имеются в виду, которые торгуются на бирже. Да? И здесь у нас доли компаний. То есть, Анатолий Эдуардович из своей доли, которая у него составляет 4, 36 миллиардов с копейками, делится с нами, он переписывает доли компаний на каждого инвестора, который принимает участие. Поэтому у нас доли компании. А когда выйдет уже компания будет выходить на IPO, то вот тогда мы посмотрим, о каких специальных разрешениях идет речь. Здесь же, я думаю, мы пригласим на очередную нашу встречу, скажем, на следующей неделе Виктора Баборина, когда он уже вернется из Австралии и вы тогда, Александр, уже получите компетентный ответ от юриста по этому вопросу. Договорились? Ирина, про процветание никогда не говорили. Ну, видите, теперь пришло время, начали говорить, что есть, оказывается, и по процветанию. То есть, у нас целая инфраструктура, холдинг потребительских обществ и компаний, которые являются инвест-проводящими системами для нашей основной цели, постройки экотехнопарка. Вот. Значит, Бич Александр СПБ есть ПО в Питере, это ПО 812. Александр, это не ПО, а кооперативный участок. Это одно из подразделений потребительского общества Евразии, поэтому оно тоже функционирует, точно так же, как кооперативный участок 499 в Москве, он тоже функционирует, и люди приходят, мы с ними встречаемся и рассказываем о возможностях инвестирования через потребительское общество. Мария Сагин пишет, Александр, я имею ввиду ПО насчет защищенности наших акций в будущем от высоких налогов. Да, ПО в данном случае, конечно, предпочтительнее, потому что, я думаю, со временем мы проведем, может быть, совместные вебинары и расскажем о преимуществах, когда люди входят как в потребительское общество и пайщики и, соответственно, получают результат уже в виде того, что они передают свои доли в качестве пая потребительскому обществу. И тогда вопрос с налогами будет решаться наиболее оптимальным способом, потому что в данном случае на основе внутренних документов идет перераспределение, называется механизм обмена паями, и в этом случае, конечно же, владелец долей компании ТГИ транспорт может платить меньше налогов. Совершенно верно. Такая возможность есть. Максим пишет так, наверное, Skyway Invest Group имеется в виду, погашать преждевременно нельзя. Взять можно только один пакет, продления нет. Ну, да, это некоторое отличие. Поэтому, опять же, повторюсь, ищите, где вам выгоднее. Секунду, один вопрос пропустил. Так. Фархад еще раз спрашивает, можно ли начать со 100 и после увеличить суммы вклада примечения? Нет, можно просто начать со 100, двигаться в этой рассрочке, то есть 100, 100, 100, 100, в течение 10 месяцев, а через 2 месяца взять еще одну программу стабильность, но уже там, скажем, на сумму или 50, или 100, или 250. Просто там будет немножко другой дисконт. Как я вам уже показывал, когда первые слайды, там будет, скажем, 1,500. То есть, вместо 600 тысяч акций, у вас будет, вероятно, 500 тысяч акций. То есть, это не сильно меньше, чем, если вы начинаете сейчас. Могут ли белорусы переводить свои акции из СВИП в корневую компанию? И надо ли это делать? Значит, это вопрос кнопки в личном кабинете. Дальше это вопрос непосредственно Skyway News Group и к юристам Skyway News Group, потому что они там планируют сделать определенный механизм защиты для людей, кто проживает в Белоруссии и нужно к ним напрямую обратиться. Я не готов в полном объеме компетентно ответить на этот вопрос. Так, какое у нас дальше есть? Так, хорошо. Так, про Белоруссию я ответил. Можно взять любое количество пакетов. Да, в главной компании можно взять любое количество пакетов. Да, Александр напоминает, что если мы вдруг по какой причине пропускаем месяц, не оказалось той суммы денег до 20 числа, то в следующем месяце мы просто оплачиваем двойной инвестиционный взнос. Имеется ввиду, если это программа 100 долларов, то мы вносим 200. Ну, например, мы январь пропустили, а в феврале внесли 200 долларов. То программа у нас дальше продолжается. Наталья спрашивает, скажите, а в капитале есть такие же дисконты программы на 10 месяцев? Какие там пакеты, от какой суммы? Коллеги, лучше зайти в Skyway Capital и там посмотреть. Я боюсь чего-нибудь наврать и неправильно вам сказать. Давайте лучше зайдите самостоятельно и посмотрите. Я же говорю, надо сравнить. Я же сейчас выступаю от лица корневой компании, поэтому говорю о тех возможностях, которые здесь есть. А вы уже, пожалуйста, сравните и Skyway Invest Group и Airsway System для того, чтобы выбрать оптимальное решение. Через какое ПО можно дать заявку на получение земли? Через заявку, которая сейчас и стоит в лендинге Skyway Invest Group и соответственно ПО Евразия. Евгений пишет ПО процветания это агрохолдинг на паях. Совершенно верно. Это Михаил Ширинген и Игорь Хальзов, которые открыли ПО процветания и сейчас активно развивают это направление. У них уже есть достаточно интересные результаты. Посмотрите в инете или приходите на семейные встречи. Я уделю этому некоторое внимание. Может ли быть такое, что компания решит не выходить на биржу и продавать акции только внутри компании? Но нужно понимать для чего компании выходят на биржу. Как правило, если мы вспомним историю, как компания Apple выходила. Они сначала собрали по 850 долларов с 4 человек, сделали предварительный макет компьютера, после этого его предложили и получили от венчурных ангелов деньги для того, чтобы начать строительство компьютера. Как правило, то же самое происходит на площадке кикстартера. Когда человек придумал какую-то идею, у него есть прототип, и он говорит, мне нужна такая сумма денег, те, кто сейчас скинется по 5 копеек, получат данные устройства в свое личное пользование. И люди начинают скидывать то количество денег, которое запрашивают. когда он набирает это количество денег, он делает более качественный прототип и уже предлагает его к производству и соответственно под это дело выставляет свою компанию уже на биржу. Для того, чтобы получить дополнительное инвестирование от реализации акций компании и получить деньги на производство или на технологии. если компания решит не выходить на биржу, продавать акции только внутри компании, у нас доли компании, и Анатолий Дуанович переписывает свои доли на нас, на то количество, которое мы профинансировали. Поэтому пока речи о продаже акций внутри компании нет, мы сейчас перераспределяем доли. вот если компания может вот вспомните историю например компании Алибаба. Они в течение 16 лет не выходили на IPO. Но при этом когда они вышли на IPO капитализация компании была просто колоссальной. Я уж там в нулях сбился по-моему 16 миллиардов долларов, если не больше. По-моему даже больше. Поэтому имейте это в виду. Я думаю что на наших инвестиционных вебинарах мы еще этот вопрос коснемся. Число выплат закреплено не позднее 20 числа. Позже до 30 нельзя. Да Елена нельзя потому что это связано с тем что например деньги будут поступать какое-то время. Есть бухгалтерская отчетность ежемесячная. Нужно иметь деньги чтобы иметь запас в 10 дней для того чтобы бухгалтера подбили сколько денег на этот конкретный месяц и на какое количество денег можно рассчитывать для того чтобы заказать следующие виды работ механизмы материалы на следующий месяц. Поэтому естественно компании нужен период для того чтобы понимать сколько на руках или на счетах денег. Как раз Галина Агуреева написала 25 50 100 250 в капитале тоже дисконт 600. Пожалуйста для тех наших уважаемых пенсионеров можно зайти через Skyway Capital. Виталий Затонов ПО процветания само по себе или как ПО Евразия СВИК. Первоначально планировалось что соучредителем будет СВИК. Потом от этого отказались и Михаил и Игорь Хальзов продолжили регистрацию уже самостоятельно. Поэтому непосредственно в холдинг Евразия СВИК по процветанию не входит поскольку оно занялось землей. Вот лежит душа у Михаила Ширинкина и Игоря Хальзова к земле и они хотят это продвигать. Ну и разумеется отдельный целевой фонд у них тоже нацелен на реализацию Skyway. Евгений ВЛК написано до 30-го. Так, Евгений определимся в каком личном кабинете это написано. Так, ну что ж, друзья мои, я вижу основное, основные вопросы у нас завершились. Давайте мы сейчас напомним, что у нас кругозор семейной встречи 29-го в 17-е часов. Ссылочка будет в рассылке непосредственно от RSV System и, конечно же, в чатах, которые многие наши партнеры, я очень благодарю за это, они непосредственно рассылают информацию по различным чатам, поэтому я думаю, что вот Галина спрашивала, где можно получить ссылку. В одном из этих чатах можно будет как раз эту ссылку получить. Так, вот Марина спрашивает, а где можно будет вкладывать в адресные проекты? Хороший вопрос, Марина, я думаю, даже отличный. В том плане, что адресные проекты, скорее всего, появятся после того, как мы завершим грузовые, пассажирские, городские и высокоскоростные так сказать, наши направления. после этого будут адресные проекты, потому что сначала нужно предъявить технологию, а потом уже будут различные предложения от различных фондов войти в адресные проекты. И это даст нам дополнительный стимул к инвестициям. Ну, разумеется, в разумных пределах, как я уже говорил, помните, 5, 10, 15, 20 процентов от семейного бюджета. Дальше Ирина спрашивает, все последующие месячные платежи за приобретенные пакеты производятся равными частями в течение заказа и заказа месяца. Ну, хорошо, давайте зайдем. Но у меня информация до 20 числа. Я уточню. Так, Ирина пишет, правило участия в программе Собильный. Значит, если это написано на официальном сайте, в наших беседах с Виктором Бабуриным число обозначено было до 20 числа. Если там стоит не позднее 30, значит так. Елена, адресные проекты как самостоятельные будут? Здесь нужно понимать, адресные проекты это самостоятельные проекты, но в каждом из них будет доля ТГИ. то есть корневой компании. И именно на этом будут дополнительные дивиденды нам как участникам корневой компании. Поэтому будем ли мы инвестировать в адресные проекты или не будем, мы все равно будем получать часть дивидендов от того, что мы находимся в корневой компании. Мои спрашивают, все чаты закрыты, где будут ссылки? Будет чат, давайте попросим Вячеслава, он просто скинет, в какой чат можно войти. Вячеслав, если ты здесь, пожалуйста, скинь в чат информацию, в какой чат можно войти, чтобы получить ссылку на семейные встречи. Олег спрашивает, Венебайки, как адресные проекты, запустить раньше сертификации ЭТП, реально или нет? Да, потому что это четвертое направление, которое будет реализовано в Экотехнопарке. Потому что, чем мы построим их где-то, они должны быть какой-то участок уже сделан непосредственно в Экотехнопарке. Так, вот Татьяна Новика дала чат корневой компании, чат в Скайпе. Пожалуйста, вы просто все это откопируйте, вставьте в строку браузера и сможете поучаствовать в этом чате. Далее участие прописано до 30-го числа, пишет Максим. Да, хорошо, я понял уже. Хорошо. Так, это мы ответили, это тоже ответили. Ну что ж, прекрасно. То есть, по сути, мы на все вопросы ответили. Я вас благодарю за участие в нашем вебинаре. Стабильно до конца дошли 143 человека, за что и благодарность вам. и конечно же в завершении, как обычно, по традиции уже у нас музыкальное завершение. До скорых встреч на семейных встречах, которые будут 29 ноября в 17 часов. Я думаю, что мы хорошо проведем время, узнаем новую информацию и конечно же поделимся теми новостями, которые будут на этот момент. Будьте здоровы и до скорых встреч на наших вебинарах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok